Всем привет! Решил выйти в ночное время чем-нибудь полакомиться, но я заодно вам покажу, чего можно перекусить в Гуанчжоу в ночное время. Моя гостиница находится в таком офисном райончике, тут нет ночных рынков популярных в Китае, но есть различные забегаловки, кафешки, на улицах также продают много еды различной. Так что сейчас пойду вам покажу, что можно купить и вкусненько покушать в ночное время. Первое, что я хочу сказать, это касается туристов. Китай нифига не туристический, не туристическая страна. Первым, с чем у вас возникнут проблемы, это с оплатой. Для иностранца что-либо оплатить, купить, оплатить услуги – целая проблема. Банкоматов толком нет, там пару банкоматов на весь Гуанчжоу, до которых надо еще добраться. Мастер-карт не везде работает или виза, только в банке China of Bank. Все, в других местах не работает. Если бы даже сняли наличку, во-первых, есть ограничения – 3000 юаней. Это первое. И дело в том, что в Китае уже практически бумажная валюта, бумажные деньги не ходят вообще. Китайцы забыли, как она вообще выглядит, эта валюта ихняя. И часто с недоверием смотрят, когда в сучивающем там 20-ку или 50-ку или 100-ку, не дай бог. Они перепроверяют несколько раз. И у нас даже раз в баре отказались принимать 20-ку, потому что им казалось иностранным. Так они все новые бумажки, потому что им никто не пользуется. Вся плата в Китае производится через WeChat с помощью QR-кодов, через Alipay, через FaceID. То есть тотальный контроль. Правительство знает, сколько вы потратили, сколько вы заработали, сколько вам пришло денег и так далее. Чтобы иностранцу заплатить с помощью WeChat, это практически невозможно, если вы не откроете счет в банке. А счет в банке можно открыть только в том случае, если вы здесь работаете официально, ездите по визе рабочей. В других случаях у вас остается один вариант. Это мне уже подсказали на третий день пребывания в Китае. Alipay. Там есть функция трехмесячный доступ для иностранцев. То есть три месяца вы можете им пользоваться. Там есть также большие ограничения. Две тысячи юаней вроде. В общем, привязывайте свою карту к этому Alipay. Пытаетесь настроить, у вас нифига не выйдет в течение трех или четырех дней, как у меня. Если бы не китаец, работник, сотрудник Banggood, я бы в жизни этот Alipay не настроил. Мало того, с помощью Alipay я также не могу ничего практически оплатить, только в каких-нибудь сетевых местах. Тут есть два способа оплаты. У меня всегда проходит в сетевых местах. Вот Alipay. Я показываю такой QR-код. И происходит автоматическая оплата. Но не везде есть сканеры. Например, на улицах что-то купить или в какой-нибудь кафешке нужно самому сканировать QR-код продавца. Вот. А вот отсканировать код у меня не получается. Не знаю. Или надо еще какие-то функции добавить в Alipay. Или привязать, постоянно просят привязать другую карту. Какой-то номер телефона, хотя 300 раз все это указывал. В общем, нифига не выходит. И это проблема. И с кэшем проблема. И оплата онлайн большая-большая проблема. Ни такси не вызвать. Может, все такси берут только оплату WeChat. Даже велик нельзя в аренду взять, покататься. Потому что вот я покажу, даже приложу сейчас видео. Пытался оплатить велик. Не получается. Просит карту, просит номер телефона. Регистрацию какую-то. Хотя я все зарегистрировал уже, все что возможно. Не получается оплатить. Только с помощью скана моего кода. Вот. Так что... Если вы приехали даже с баксами сюда. Как я сделал. У меня баксы были в наличке. Кэш-баксы. И на счету. В банке. На карте. Баксы вам никто не обменяет. Тут запрещен вообще любой вид обороты валюты иностранной. Баксы вам поменяют только в главных офисах банка. И в аэропорту. Все. Нигде рядом забежав в магазинчик. Вы их не поменяете. Никак. Вот. Зеленый цвет. А, им пофиг. Тут водителя. Никто никого не пропускает. Правила нарушаются. Дикий трафик. Особенно вот эти, блин, электробайкеры. Это ужас какой-то. Так. Что я хочу попробовать? Хочу попробовать какой-нибудь уличный вид немножко перекусить. Но у меня есть пару хороших мест, где всегда вкусно хавают. Там за 20 юаней пельмешки, допустим, или какой-нибудь лапшичку китайскую с мясом. Там 15 юаней всего стоит. Но я вот думаю, пойти обязательно сейчас протестировать китайскую копию KFC. Есть китайский вариант KFC. Говорят, что очень-очень вкусно. Там курочка, бургеры, картошка. Такое, фастфуд. А то я уже за недельку соскучился за более европейской пищей. Что-нибудь с хавой вредненькое в виде фастфуда. Но там курочка. Говорят, что вкусная настоящая курица. Поэтому попробуем. Здесь недалеко находится. Я уже несколько раз видел китайские KFC. И, возможно, сейчас зайду, попробую, похаваю голубей. Здесь голуби отменно готовят. Вот, я фоточку приложу. Уже пробовал. Мы ходили толпой со всеми там блогерами. С руководством Banggood'ом. Они нас угощали. Но голуби это не уличные. Хотя, проблема в том, что находясь в Гонжоу уже больше недели, я не видел еще ни одного голубя. Ни одного голубя тут нет. Ни воробья, ни одной птицы. Летают скворцы только. Все. Это настораживает. Ну, скорее всего, местные. Их просто поджирают. А в ресторанчиках подают именно фермерские голуби. Потому что они очень мягкие. Дикие голуби они все-таки очень резиновые. Их надо долго готовить. Сам знаю. Раньше охотились на них. В детстве на крышах ловили. Хавали. Вот. Поэтому 100% фермерские. Готовят как во фритюре их, так и делают плов из голубей. Очень вкусно. Если сейчас тут свободно. Ага. Свободно. У них это очень популярное место. И там людей сейчас с валом. Сейчас вам покажу. Короче, голубей не получится похавать у меня. Жалко. В общем, да. Кафешка полностью забита. Не выйдет у меня попасть туда. Зайдем в следующий раз. Возможно, запишу потом кусочек отдельный. Вон, видите. И супчик из голубей идут. И пловчик. И вот такие жареные голуби вместе с головами подаются. Вот. Идем дальше. Тогда я зайду сейчас в KFC. Быстренько перекушу. В китайской подделке на KFC. И далее пойду уже по уличной еде. Дело в том, что... Не везде можно кушать китайскую уличную еду. Надо смотреть хотя бы, чтобы какие-то элементарные санитарные нормы были. Более-менее аккуратненько, чистенько. Потому что китайцы на самом деле такие засранцы. В особенности вот в таких местах. И подъедание в таких местах чревато отравлением. Нас сразу, кстати, предупредили, когда мы прилетели, чтобы мы не кушали в закоулках, таких забегаловках. В особенности морепродукты. Они неизвестно, сколько не могут лежать. Их постоянно там подваривают, подогревают. И вы понимаете, что отравление морепродуктами очень страшно. Вот. Дойду до KFC, попробуем KFC. Так, вот мало KFC. Только почему-то у них не горит сегодня вывеска. Я думал, даже они не работают. Но нет, работают внутри. Давайте зайдем, посмотрим, что у них есть. Так. Блогеры с курочкой. Курица целая. 28 еваней всего. Так, ну попробуем классику. Возьмем чикенбургер, фепси и картошку. Много не буду есть, потому что еще хочу китайской еды на улице попробовать. Бывает, попадутся такие тупорылые, блин. Пока поймут, что от них хотят, показываем пальцем, что я хочу. На месте, не на месте. English, кстати, тут мало кто знает. В основном на фирмах, кто работает из китайцев, те English понимают. А вот барчиков таких местных разобраться очень тяжело с ними. Так, попробуем, что нам предлагает китайский KFC. Тут есть, кстати, и оригинальный KFC я видел, но смысл-то ходить. Я думаю, что он примерно одинаковый везде. А вот оригинальный Макдональдс в Китае так себе я ходил уже. Позавчера рядом проходил. Очень такие старые булки. Чего распроим? Пепси. Пепси. Пепси на Макдональдс в Китае. Так, а бургер. Чего? Курочкам, булочкам, немножко зелени. Какой-то соус. Очень хрустящая курочка. Сверху прямо стеклянная. Очень хрустящая. Ммм, она в спайси. Спайси. Она остренькая. Картошка. Ну, картошка на в Африке, картошка. Довольно-таки хрустящая, вкусная. А, она еще в кетчуприс. Ммм. А чекенбургер, да. Зачетный. Не обманули меня. Ммм. Сюда приду сюда еще на завтрак. Очень хрустящая курочка. И очень остренькая. Для европейцев сильно остренькая. Я такую люблю. Ммм, класс. Так, ничего, сейчас подъем. И пойдем дальше гулять. Ам. Ну, я честно скажу, это получше будет, чем КФС. Серьезно. КФС тоже классная курочка, но она не острая. Даже если вы берете острые крылья, это не острые крылья. Вот. И не такая хрустящая. А это прямо как стекло. Ммм, очень вкусно. Ммм. Ну, ничего, так вкусненькая китайская КФС. И причем недорого. Вот такой чекенбургер, картошка, ну, примерно средняя по макдональдским оценкам. И Пепси. 24 уаням. Это сколько там? Почти 3 доллара. Наелся просто туза. Сейчас буду пробовать что-нибудь очень вкусненькое. Вот. Сейчас дойду до места, где в основном торгуют на улицах. Что-нибудь. Ну, дело в том, что Гуанчжоу более современный такой город. Здесь нет ничего такого эстравагантного и, как сказать, экзотического и необычного. То есть тут нет такого, как тараканы, какие-нибудь змеи, скорпионы, скалопендры, которые продаются как шашлычки в других городах, в других регионах. А тут в основном мясо чекен, порк и биф. И все из этого делается. Поэтому попробуем найти, что это очень-очень интересненькое. То и будем пробовать. Может быть, на самом деле, курочку поем. Возготовленную как шашечек. О, что там. Ну, зрятельно вроде. Ну, такие кафешки из-за бегалотки. Они очень популярны. Ну, эти грязноватые. Перейти дорогу по зебре еще та задача. Если нет светофора, в принципе, им светофор не мешает не пропускать пешеходов. Но тут нужно соглеть и вот так в наглую переходить. А, ну, вот ему похер. Тут знаков нет, поэтому просто в наглую переходим, а там, пока нет машин, тоже перебегаем. У нас бы морду бы реально набили, если бы не пропускали на пешеходных переходах. А им пофиг. Здесь пешеход за человека не считается. Поэтому самый быстрый способ передвижения по Гуанчжоу это электробайки, вот эти, которые катаются там скоростью 35-45 км в час быстрее всего. Можем по улицам гонять, по пешеходным переходам, а на машинах пока доберешься куда-то, то занимает очень много времени. Так, что у нас тут есть? Фасоль, шейки, какая-то пересушенная утка или гусь, крылышки, тофу, лапки. О, еще KFC. Нет, это мы здесь не будем, пахнет не очень. Еще тофу. Апельсинчики, мандриночки. Не знаю, зачем они пробьют бамбук? Бала-бала, хорошо, потом. Кокосы. Не хочу. О, слушайте. Вот это надо попробовать. Сейчас узнаем, сколько стоит. Необычно калькулятор. Включаю. Так, что это? Ножки. Ножки. Это утиные ножки. Сколько это? 9 ивань. Давай. 9 ивань. Ага. 6 ивань. Не, буду вот эту, почувутку. 9 ивань. А? 9 ивань. Я понял, да. А это давай. Да. Давай яйте. Не, выглядит очень аппетитно. Сейчас, дадим. 9 ивань. Ножкам. Утки. А куриные крылышки вчера оборвал в другом месте. Столи 7 ивань. Ага. Канги. А, ну в общем уточка стоит подороже. Я курочку брал 7 ивань всего и были 2 ножки. А уточка одна ножка, но она такая крупненькая и 9 ивань. 9 ивань. Ну неплохо. 20 с чем-то гривен. Чуть больше доллара. Попробуем. Перчика он не пожалел. Очень-очень спайси. Я так люблю. Мы тут с ребятами другими блогерами отдыхали. Поляками. Из Чехословакии. Англии, так они говорят, что я сумасшедший, потому что я самую острую пищу ел. Хотя там один англичанин был тоже такой. Очень вкусно. Слушайте, первый раз ем утку на огне, как шашлык. То есть мы готовим, естественно, там свинину, говядину. Баранину у нас, да? Курицу. Но вот утку на огне ни разу. Это очень вкусно. Такую тему только по ночам готовить. Так, пойдем дальше смотреть, что есть. Офигенно. Класс. Так, там рыбка. Не, мы такой не будем. Пресноводную рыбку тут лучше не есть. Я видел, в каких реках они здесь обитают. Ну, вон нафиг. Так. тут свининкам, курочкам. Пахнет не очень. Очень антисанитарно все, поэтому отсюда уходим. Что тут у нас? Всякие шашлычки, крылышки. Все выглядит крайне непрезентабельно. О, лотос. Не знаю, вообще, как его можно кушать. Похож на сырую картошку. Хоть печеный, хоть жареный, хоть какой угодно. Варил его в ресторане. О, а вот здесь делают самые вкусные пельмешки на районе. О, даже фотку приложу. Тут очень классные пельмешки делают. И недорого там пельмешки. Огромная трелка, фотку приложу. Еще и с бургером по-китайски. Все это 20 юаней. Просто пузу нагряешься. Здесь тоже неплохая кавешка. Здесь кушал лапшу стеклянную. Вот. Но нас интересует сейчас больше уличная еда. О, я дошел до офиса Бангуда. Там вывеска большая Бангуд. Вот. Но тут уличной еды уже нет. Я зайду в Сэблэнн, возьму бутылочку воды себе какой-нибудь. Потому что уточка, ну такая хорошо, по-доброму, острая. Посыпана душой перцем чили. А там кафешки разные прикольные. Но кафе, опять же, неинтересны. Надо найти уличную еду. Популярна сеть магазинов 7-11. Тут без проблем можно рассчитаться с помощью Алипэй. Продается куча всяких вкуснях китайских. Даже покушать можно. Можно покушать ножки, крылышки, сосиски, сосиски пластмассовые, тофу всякое жареное. Так, есть куча разных напитков. У нас таких напитков садика не видел. Вот у нас, смотрите, есть Нес-Кафе холодные с молоком. Что-нибудь вкусненькое. Я видел тут пепси с малиной. У нас такого нет. Ага, вот. Пепси-малина. Пепси-малина. Берем, хеллоу. Потом дай свой ковер-код. Все? Окей, все, спасибо. Вот такая простая плата с помощью телефона. В общем, тут любой бедняк должен иметь смартфон. Ну, в принципе, он так и есть. Без смартфона ты себе ничего не купишь, ничего не оплатишь. В общем, даже как в Библии говорится, не нужно метку на чело, без которой не купишь, не поесть, не попить. Будешь без мобильного телефона, ничего себе не купишь. Да. Обратная сторона с прогрессом. Это скорая нас, кстати, ожидает. Оскребнем малинового пепси. Оно еще из-за черного без сахара. Интересный вкус. У нас же не продается такой пепси вроде. Я еще видел спрайт с китайской груши. Он так и не попробовал еще. Так, ну что ж, иду я вглубь, вглубь улиц. Потому что здесь офис офиса, здесь более такие презентабельные красивые кафешки, в которых подороже, чем на улицах. Но они не так интересны. Там надо заказывать еду, надо показывать это все. У меня на канале будет, как ресторан посещали. А сейчас идем чисто за уличной едой. Стрит фуд. Вот. Свежую рыбку продают крабов и раков. Надо подумать, чтобы завтра здесь покушать с друзьями и блогерами. Вон там вверху походу у нас ресторанчик, а внизу можно купить рыбу. Если, конечно, это так. А давайте посмотрим, что есть. Крабов перебирают. Угри. Черепахи. Они, бедняжки, будут съедены. Да, здесь готовят черепаху. Я бы не стал пробовать черепаху. Азиатский карп. Прилипало там. Это тот азиатский карп, который в Америке заполнилась реки, на которого охотят с помощью лука. Выпрыгивает из воды. Вон крабики. У них есть нечего в этих крабах. Я ел суп из двух крабов. Вообще нечего ездить. А там рыбки всякие прикольные. Еще черепахи. Ух, какая огромная черепаха. Вон там огромнейшая черепаха. Бедняжка. Будет съедена рано или поздно. И ты будешь съедена. Креветки классные, большие. Так, наверное, завтра приду сюда пообеду с ребятами. Похоже, это все дело можно приготовить вот там наверху. Асетрина! Офигеть! Смотрите, асетры маленькие. Два даже. Вот они, гады. По-нашему толстолобике. Ну, это не такой толстолобик, как у нас. У нас немножко он другой, потому что он у нас скрещенный. с карпом нашим местным. В общем, он так. Лягушки. Лягушечки. Лягушки, кстати, очень вкусные. Я не знаю, видели видео или нет. Я в ресторане кушал лягушек в китайском самоваре. Выфритюрить лягушки просто сказка. У них, ну, это, наверное, специально выращенные лягушки, потому что у них косточки мягкие, как у бролеров. Я прямо с косточками кушал лапки. Офигенные. Начинаются различные забегаловки. Еда в подворотне. Это те места, где я бы ни за что кушать не стал. Как минимум, опасно для желудка. Так, что у нас тут прорется? В пакетиках лапки. Три вида лапок. Какие-то косточки, сосиски пластмассовые. Тофу. Шашлочки тут. В общем, ничего вкусного, интересного. И точно пробовать не стоит. Здесь какие-то жареное тесто какое-то. Лапшу подают. Магазинчик. Что-то поникли эти уже и пожухли. Мандринчики. О, вот эти штуки, кстати, вкусные, когда свеженькие. Чисто из теста. Пышки такие. О. Можно устриц попробовать. Но, опять же, нужно смотреть, чтобы они были свежие. И я что-то не любитель особо. Устрицы, всякой такой фигни. Я люблю креветок, лобстеров, раков, жареную рыбку, только не соленую. Так, что здесь? Ага, ремонт какой-то. Шашлычки. Это мы не будем. Зачем капусту делают шашлыки с капустой? Так, что там у нас? Что там у нас? Какая-то рыбка. Что-то так себе пахнет все это дело. И в этом райончике царит антисанитария. Продаются электроскутеры, которые тут по-дикому гоняют на пешеходных переходах по дорогам. Вот самый популярный способ передвижения в Гуанчжоу. И самый эффективный. Стоимость? Я уже спрашивал. Вот такой скутер стоит 1250 юаней примерно. Это сколько там? Даже 200 долларов нет. Просто копейки. Он тот уже двухместный. А, ну это тоже двухместный. Но там посерьезнее аккумулятора сразу видно. Съемный аккумулятор. Вот такие чуть подороже можно купить. Стоит примерно по 2000 юаней. Хай. Ну, сына сейчас нет. Я спрашивал, где-то 2000 юаней стоит. Просто копейки. Я бы себе такой домой взял, если бы можно было провести в Украину на самолете. Но не выйдет. 200 баксов электроскутер. Который гоняет с скоростью до 45 км в час. И запас хода до 50 км. Ну, с хорошим аккумулятором, правда. Вот тут то, что за 200 баксов там стоял покруче точно. Это 50 км. Так, что у нас тут есть? Опять же, рыбка. Грибочки всякие вкусняхи. Ну, пахнет получше. Не будем здесь кушать еще. А вот и китайский Макдональдс. Как я и говорил, я тут уже пробовал бургер с колбасками. Черствые булки. Невкусно. Котлеты еще более пластмассовые, чем у нас. В общем, тут нет. А вот китайская подделка КФС, где я только что кушал. Зачет. Цены примерно те же самые, что у нас. Я, по-моему, заплатил около 28 юаней за бургер с колбасками, картошку фри и пепси. Это примерно там где-то гривень 100. И вот тут такие вкусняхи сразу рядом. Местные. Туфу. Водоросли. Сука, видов лапок. Раз, лапки, два, три, четыре. Четыре вида лапок. Вареные, пареные, куриные, утиные. Кишочки, шейки. Вот это вкусняха. Вот это вкусняха. Головы. Что у них есть, я не знаю. Утиные головы и они везде продаются. Желудочки. Прикольно. Но кушать я это, конечно же, не буду. Так, что там толпа налетела? Что-то продают? Распродают. А по вечерам люди собираются, вернее, девушки в основном и танцуют вот такие зажигательные танцы. Музычка, причем так практически на каждом переулке. Это у них любимое вечернее занятие. Есть одна заводила, которая показывает, как танцевать, даже две. И все повторяют. Опять, шашлычки какие-то. девушка стесняется. Яички, кальмары, грибочки можно. Можно, в общем, все что угодно сготовить и попросить. Опять же, здесь утка шеи, лотос. Бамбук зачем-то чистят. Я не знаю, что с ним делать. Готовят бамбук это, что ли? Он покупают, прямо затаривают с этим бамбуком. Наверное, вкусно. Так, дальше не пойду. Идем дальше по улице смотреть. Тут крабов продают. И что в них кушать? Сколько стоят крабы? Ладно. Сам не приготовлю их. Вот, и тут девушки тоже отжигают. Тут будет лучше видно. Собираются. Вот такая забава у девушек по вечерам в Китае. Так. Что-то делают. Что-то вкусненько. Короче, китайская шаверма. Блинчик с яйцом надо бы попробовать. Я еще не пробовал такую штуку. Так, тут у нас что? Опять же, лапки, лапки, курица, какая-то зелень. Блин, слушайте, у них лапки это супер деликатес. Если бы не знали, что я лапками кормлю свою собачку, они, наверное, придушили меня. Рыбка. Ну да, по запаху не совсем уже свежая она. Кальмарчики, блин. Хочется попробовать, но опасно на улице попробовать такую штуку, потому что днем реально жарко, а они с самого утра стоят. И фиг его знает в каком состоянии. Ну вот тут рыбка видно, что свежие. Глаза не мутные, ракушки. Что вы не кушать? Нет, там какое-то мяско есть. Пузыри, зачем это? Пузыри, наверное, кушают. Они вообще все кушают, они ничего не выбрасывают. Вон, ракушки поскрывались, видите, я говорю, что не свежие. Раз открылись, значит, уже все, не свежие. Креветки все подохли. То, что они вот сюда кинули, это все до одного места, если он целый день лежит. Вон, языки повытаскивали, ракушки какие-то. Это все дохлое. Вот это, если пробовать покушать, можно хорошо-хорошо травануться. Оно и пахнет уже соответствующе. Крабики. Ты живой? Крабы живые. Завязаная веревка, чтобы никого не укусили. Ущипнули, вернее. Вкусняки всякие. Слушай, так аппетитно выглядит, устроится его 8 илони. Чизкейк. 8 илони, 8 илони. Тортики. Возьму одну штучку, попробую ее. Я здесь буду. Позовите сама. Я здесь буду, да. Спасибо. Попробуем сладости. Вкусненько. Крем. Клубничка. Кстати, очень вкусный десерт. Я думаю, что будет невкусно. Пластмассово. По сладости то, что нужно. Не сильно сладкое. Как я люблю. Достойно пироженка за 8 илони. Очень вкусно. На самом деле, вот я люблю, когда не сладко. Клубничное варенье. Понятно, что тут все искусственно, но вкусно. В общем, тоже очень вкусненькое пироженкое. За 8 илони там еще есть. Вот такое. Завтра попробую вот это. И тортики тут прикольные. Heavy birthday. На китайском что там. А, они пластмассовые. Это для вида. Это не настоящий торт, это пластик. Фу, я уже наелся. Но, искусство требует жертв. Нужно еще что-нибудь покушать. Так, что тут есть? Арахи жарят, кукурузу варят. Кукуруза большая, красивая, но они эту кукурузу переваривают просто в мясо. Она шлипкая становится. Хотя такая красивая, большая кукуруза, наверное, геномодифицированная, конечно же. Так, ну тут шашлычки. Кальмарчики. Сколько стоит, интересно. Крылья. Блин, пахнет так себе. Масло старое, 100%. Запах не очень. Вот, вонючий тофу. Это мы не будем. Ну, вот так противно пахнет, даже от тебя чувствуется. Вонючий тофу наши не любят. Вот, осьминожки тушеные. Попробовать что ли? Блин, так опасно вот это все дело. Вон, вареные крабики, которые мы видели. Веревочки валятся. Вот такие креветочки. Что, почем, даже не знаю. А, это это. Креветка-богомол. То, что имеет самый сильный удар. Выстрел пули. Да. Попробовать что ли? Я хочу креветку-богомол. Наши раки-мелкие, красным соусом. Сейчас спросим, сколько стоит. Не, короче, эти все креветочки стремно брать. И стоит 35 ионий. Ну, для креветок это как бы недорого. 35 ионий. Только я не понял, что это только одна штука. Или порция. Скорее всего, порция. Блин, или взять. Или взять. Очень боюсь травануться. Ну, там вроде у девочки довольно-таки чистенько. Относительно. Насколько того, возможно, в подворотниках. Нет. В общем, я стремаюсь брать морепродукты. Нас не зря предупреждали по приезду. Раз предупреждали, значит, не просто так. Может быть, китайские желудки все переварят. Но я что-то сомневаюсь, что если эти креветочки были уже подуставшие, лежалые, что мой желудок среднеевропейский справится с такой нагрузкой. Пойдем лучше что-нибудь вкусненькое найдем еще. Вот хочу, наверное, взять шаверму китайскую. Вон там, где-то видел, тоже делают. Так, что у нас тут? Яички в чай вареные. Зачем они варят яйца в чай? Я не могу понять. Нам тоже приносят в отеле в номера завтрака, и там постоянно яйца вареные в чай. Я бы не сказал, что это невкусное или как-то противное, но очень странно. Так, что тут? Китайский бургер. Закрыто ли открыто? Китайский бургер. Кстати, прикольная штука. Остренькая, с мяском. И стоит обычно недорого. Но я уже настолько наелся, что не буду. Вот я хочу съесть шаверму по-китайски. Да, делайте мне. Сейчас тут тесто. Так, его размазывают, делают тоненький блинчик. Рисовое или такое тесто, я не знаю. По сути, наш блинчик выходит, да? Сейчас посмотрим, что взять. стоимость 7 иланий и походу все топпинги по 2 или 1 илани. Яичком. Яичко это хорошо. Ух, она большая получается. Съемляет и все. Так, сейчас размазывают яичком. Все, теперь сверху кунжутик. Хотя ты, да? Сосиску давайте мне. И колбаску. Возьмем сосиску и колбаску. Тут особо нечего выбирать. Вот это, что такое? курица. Будет безвкусно. Возьмем сосиску и колбаску. Да. Он меня тоже поджаривает. И тоже греют. Какой-то соус. Это хрустяшечка. Может быть. Ну, тесто, наверное, какое-то. Зачем тесто с тестом, я не знаю. Зеленишечка. Так, вот это остренькое. Буду остренькое. Это перчик красный с маслицем. Будем остренькое тушить. Иначе тут одна трава, будет все безвкусно. И колбаса у них. Ух, она мне полила хорошо. Это будет остро. Среднеевропейский рот. это можешь не выдержать. Эта штука реально у них острая. Сейчас завернет. И есть на улице. Первый раз вижу, на улице тут расхватился с помощью Алипе. Сейчас возьмем, расхватился с помощью Алипе. Так. Один в сионе. Есть. Один в сионе. шавермаш. Пойдем. Еще и пакетик. В общем, пробуем. тесто один в один наш блинчик. Ух, ну, острое. Да, это остренько. Хорошо. Это пшеничное тесто. Обычный наш большой блинчик с яичком. Остренько. С какой-то хрустяшечкой. с безвкусной сосиской. Колбасой. Здесь эта фигня очень-очень много. Я не знаю, как я ее дъем. Ну, короче, для перекуса один с юаней. Нормально. Хотя, добавить еще 4 юаня можно взять огромную тарелку хороших перемешек с мясом именно. Поэтому цена такая себе. Ну, короче, китайский вариант шавермы. Так. Шаверма реально оказалась острая. Хочу что-нибудь такого свеженького. Мне очень нравится. Я подсел на ананасики местные. Но я что-то не вижу ананас. Пенепл. Есть? Пенепл. Пенепл? Нет. Что-то я не вижу ананасов чищенных. Я вчера когда брал дурян пробовать купил 6 штук. И все 6 штук захомячил. Нет, пенепл. Слушайте, видел в офисе Banggood на складе вот такой электробайк. Или то был электросамокат. По крайней мере большая упаковка такая интересная. Надо завтра попросить на обзор ее коробку эту с электробайком. Попробовать покататься по Гуанчжол на нем. Вот. Потому что вроде как коробка вскрывалась уже тестировал один индийский видеоблогер. Видеоблогер. Вот. Но я не видел что-то в той коробке. Надо будет попросить. Может быть будет обзорчик вот на подобный электробайк. Вот на такой который мы видели. Нет, то электросамокат все-таки модный какой-то. Там что-то поинтереснее в коробке было. Посмотрим завтра. Так. Что делать? Я уже накушался. Просто объелся всего. Особенно вот эта последняя шаверма была крайне, что я сегодня хотел скушать. В принципе тут показывать больше нечего. Вот такая еда она вполне себе стандартная. Кроме того, что куча различных лапок у них в ассортименте. Лапки у них очень такое великое лакомство. А так колбаски, сосиски, курица, свинья. Ничего особенного тут нет. Я сюда ехал с надеждой, что попробую каких-нибудь тараканчиков, скорпионов. Очень хотел перебороть себя и попробовать скалопендру на шелке. Такая хрень. То, что самый больный укус в мире. Их противная зараза. У нас в Бессарабии, на юге Украины, они зараза водятся в Одесской области. Хрень не из приятных. Очень ядовитая, агрессивная. Ее по тапкам захочешь задавить и в жизни не задавишь. У нас скотина такая жесткая. Просто бронированная ой, что я сказал. Приходится ее плоскогубцам или молотком пигачить. А в Китае хавают ли? Ну вот здесь я такого не нашел, не встретил. Очень жалко. Еще бы какую-нибудь змею захавать. Ну, я змей хавал на самом деле. Я ел болотную гадюку. Короче, озерную гадюку зеленую. Мы когда-то зажаривали еще после школы, когда ходили на рыбалку. На палочку ее намотаешь, зажаришь. Вкус курицы. Было интересно попробовать здесь гадюку какую-нибудь. Но, к сожалению, нет. Да, очень жалко. Опять же, морепродукты. Я надеялся морепродукты поесть, но нас так напугали тем, что можно очень сильно травануться ими, что тут на улице то, что продают морепродукты, они могут быть как минимум слегка не свежие и опасные. Поэтому пробовать их не стоит, кроме хороших дорогих ресторанов. И это надо знать, какие рестораны брать. О, давайте прикольнусь. Сейчас вам расскажу как. О, кстати, каштанчики жарят. Вот. Как я хочу прикольнулся? Видите тех, ребят? На электробайках. Это, походу, такое дешевое такси, которое вас разводит по району. Не знаю, сколько стоит. Прикольнулся попросить меня подвезти до моего отеля где-то километра два до отеля в ту сторону. Но там перед отелем нифигово я такая горка на мост. Интересно это хрень электро. Потащит меня или не потащит туда? Я 110 килограмм все-таки вешу, плюс дяденька. Я сейчас для прикола узнаю, сколько стоит, если что, поеду. такси? 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 Да. Везете? Мм? Чао Го Чуа? Да. Сколько денег? Сколько денег? Сейчас. Сколько денег? 110 110 юаней? А, не. Короче, офигел, что ли, я за 110 юаней доеду на нормальном такси, серьезно. 110 юаней на этом, блядь, электробайке. Тут пару километров пашком дойду, сейчас просто себе налегке. 110 юаней, дурак, что ли. Я думал, там, где юаней 10, 20. Я сейчас реально вызову такси по Uber, но они не принимают кэшем, они только оплату через WeChat. А вот так, помню, такси просто тормознул, вон там, зелененькое, и они мне довезут за сколько? Короче, с аэропорта стоило 80 юаней. Это фиг его знает, откуда ехать. Я думаю, здесь не больше, чем 30 юаней возьмет. Дикие электробайкеры. А я думал, будет весело покататься на байке, посмотреть, как этот тип будет меня в горочку тащить. В общем, так, я бы лучше возьму китайских маленьких бананчиков. Я их еще не пробовал, говорят, что очень вкусные. Два, три, четыре юаня. Угу. Три. Нормально. Нормально, давайте. Хватит. Да-да. Ага. Спасибо. Так. Что я вам говорю спасибо? Ну, привык говорить спасибо, они же не понимают. Попробую маленькие бананчики. Говорят, что эти бананчики куда вкуснее, чем старшие собратья, которые на самом деле у нас то, что продаются кормовые. Ммм, такая тоненькая шкурочка у них. Очень тонкая шкурка. Ммм. У них структура чуть отличается. Эти, то что большие бананы, которые у нас продаются, они такие более какие-то сухие, более рассыпчатые. А эти такие мягкие, как желешные, но вкусные. Шкурка очень тонкая, очень тонкая шкурка. Вот сейчас я себе в общем до Чапу и до отеля, скушав еще связку бананчиков. И можно собираться готовить на завтрак чемодан. Утром пойду в офис с Бангудом, сделаю пару обзорчиков интересных, попрошу электросамокат этот или электробайк и вечером улетаю домой. Так что на сегодня все. Думаю вам, надеюсь, что вам было интересно посмотреть, чем можно подкрепиться вечерком в Гуанчжоу. Это не проблема, причем все очень и очень недорого вот так на улице. Я считайте, потратил сегодня не больше, чем 50 юаней, наелся вдоволь, нагулялся, чему очень и очень рад. Все, пока, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok